С наступлением пляжного сезона желающих получить шоколадный оттенок кожи все больше. Секрет красивого и самое главное здорового загара заключается в трех заветных буквах SPF. О солнцезащитном факторе существует немало ошибочных мнений. Развенчаем самые популярные из них. Для того, чтобы обгореть в пасмурную погоду, вам потребуется гораздо больше времени, чем в солнечную. Но постареть можно за те же самые сроки, поэтому дерматологи рекомендуют даже в пасмурную погоду не отказываться от средств с SPF, а лишь можно снизить сам индекс. К примеру, вместо SPF 50 использовать SPF 30. Три буквы на упаковке. SPF – это минуты, которые можно проводить на солнце без вреда. Раньше принято было так считать. Если без защиты кожа покраснеет за 30 минут, то теоретически косметическое средство с SPF 15 увеличит это время в 15 раз. Но все не так просто. Интенсивность излучения меняется в зависимости от времени года, суток, угла падения солнечных лучей, степени восприимчивости вашей кожи к солнцу. Наверняка вы слышали о том, что лучшая защита от солнца – это одежда. На самом деле это правда, но только в том случае, если речь идет о специальной одежде. А если речь идет об обычной футболке, то вот она как раз пропускает около 70 процентов ультрафиолетовых лучей аспектра. То есть вывод такой – обгореть такой футболке сложно, но постареть легко. Обладателям оливковой кожи нужен низкий SPF. Это действительно правда и подходит только тем, у кого смуглая кожа. Всем остальным такую степень защиты можно использовать лишь уже загорев. Еще один популярный миф. Если нанести средства с высоким уровнем защиты, то можно загорать на солнце хоть весь день. На самом деле это не так, и терматологи утверждают, что нет ни единого средства, который мог бы защитить нашу кожу от влияния ультрафиолетовых лучей в часы солнечной активности. Это с 12 до 15.00. В это время происходит самое интенсивное старение кожи и самый надежный способ уйти в тень. А лучше опасные часы пережидать в помещении. Берем пример с испанцев и устраиваем с 12 до 15.00 сиесту. В какие дни пользоваться защитой от ультрафиолета подскажет сайт прогноза погоды или приложение в смартфоне. Если индекс от 3 и выше, солнцезащитный крем точно понадобится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова